Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир! Сегодня мы приветствуем вас в домашнем зимнем огороде. Мы уже сняли отдельный выпуск, который посвящен организации домашнего огорода именно в городской квартире, как растения у меня растут, какие нюансы нужно запустить для выращивания товарной рассады и в дальнейшем получения качественного урожая именно в осенне-зимний период. Сегодня у нас с вами по плану работы именно с огуречной рассадой моим огурчиком в объеме 0,5 литра уже стало тесновато. Посмотрите, выглядят они шикарно, но совсем скоро начнут голодать, поэтому их нужно переселить на постоянное место роста. Про условия досветки, полива, температурный режим я вам рассказала в предыдущей программе. Ссылочку обязательно размещаем, чтобы вы на нее посмотрели и какие-то нюансы для себя подчеркнули, если первый раз будет с нами вращивать огурчики. Ну а сейчас начинаем с того, что приготовим для наших малышей качественный субстрат. Именно с него начинается качественная корневая система, которая обеспечит растениям полноценный рост. Для этого я приготовила вот такой почвогрунт, который привезла с участка, прогрела его у батареи, чтобы не было температурного шока при пересадке в холодный почвогрунт и не было провокации для развития корневых гнилей. Ну а сейчас необходимые все компоненты смешаем, и я вам расскажу, как я буду переваливать растения и какие нюансы нужно соблюсти, чтобы потом вырастить здоровые, качественные растения и получить урожай. Для полноценного развития огурчиков в условиях городской квартиры им необходим объем почвогрунта. Чем больше, тем лучше. Желательно 8-10 литров на одно растение. Вот у меня на переднем плане, вы посмотрите, стоит вазон. Это кашпо, в котором я выращивала питунью. Объем он 20 литров, но почвогрунт мы, конечно же, не будем накладывать доверху, поэтому где-то в среднем 18-19 литров у нас этот объем достаточно будет для посадки двух саженцев в один, скажем так, горшочек. Сейчас необходимые ингредиенты для посадки я буду замешивать вот в такой строительной емкости. Очень удобно перемешивать, чтобы грязь не летела по всей комнате. В основе у меня раскисленный торф верховой с нейтральным уровнем PH, в среднем где-то 5,5-6 целых. Его я насыпаю в емкость в необходимом объеме. Обязательно добавляю агроперлит, который позволит корням дышать, позволит влаге в том числе абсорбироваться, ведь огурчики это водохлебы, но самое главное, чтобы грунт был еще питательным, поэтому мы добавим специально добавку. Я сейчас сразу агроперлит насыплю, он у меня крупной фракции, не экономлю, примерно 1,5 литра на объем. Я добавляю. Все, отставляем его в сторону, больше он нам не нужен. Замешиваем, чтобы он нас не пылил. Добавим еще немного почвогрунта. Если он у вас суховатый, лучше его увлажнить сразу в объеме, чтобы потом не заливать растение под корень, чтобы этот почвогрунт не слеживался, не прессовался в плитку, чтобы корешочки у нас максимально дышали. Обеспечить полноценный рост, развитие нам помогут питательные элементы. Я в качестве пролонгированного, долгоиграющего удобрения буду использовать аминосил. Это уникальный комплекс аминокислот, которые позволяют вырасти растениям в любых условиях, и в открытом, и в защищенном грунте, и в том числе в зимнем огороде на подоконнике. Это новая форма, которую мы с вами использовали. В отличие от концентрата пасты в течение сезона, шикарный урожай мы выращиваем с этим комплексом уже не первый сезон. Сегодня я его буду добавлять непосредственно в почвогрунт при замешивании. Если бы мы с вами его использовали непосредственно на грядке, то под основное внесение мы с вами добавили в среднем 60 граммов на квадратный метр. Это две горсти. Вот на этот объем я добавлю где-то в среднем полторы горсточки. Вот такие гранулы, посмотрите. В этих гранулах полностью натуральный и сбалансированный состав. Не только макроэлементов, это азот, фосфор и калий, но в том числе и пять необходимых микроэлементов. Вот, кстати, еще половину горсточки добавляю, перемешиваю и добавлю еще немного просто торт, потому что этого объема мне будет недостаточно. И затем уже наполню горшок и уже приступим к перевалке непосредственно. Все компоненты почвенного субстрата я тщательно перемешала, в меру уложнила и поместила в горшок, оставив до краю примерно 5-6 сантиметров для удобства дальнейшей манипуляции с рассадой. Саженца огурчиков у меня это в руках трюкач. Буду высаживать на этот объем, как я уже сказала, по два саженца. Я тщательно полила для того, чтобы почвенный ком во время перевалки у меня не развалился. Сейчас делаем примерку для того, чтобы потом лишнее телодвижение с почвенным комом нашей рассады не делать. Выкапываем ямку подходящего размера, припосаживаем прямо в горшочке, вот так вот слегка уплотняем. Все. Видите, у нас получилось своеобразное гнездышко. Останется только с помощью выдвижного дна приподнять наш саженец из горшка. Сейчас я аккуратненько его достану. Посмотрите. Кстати, когда сеяла огурчики, почвенный субстрат замешивала в той же самой пропорции. И посмотрите, буквально за 23 дня у нас какая хорошая корневая система наросла. Видите, корешочки еще в кольцо не завелись. А запах какой! Оператор кивает головой, пахнет прям свежими огурцами. Это особенность огурчиков во время перевалки. И аккуратненько наш огурчик ставим в луночку, которую мы с вами для него приготовили. Вот таким образом. Чуть-чуть вокруг субстрат с гранулами аминосила подравниваем. Вот так вот. И нажимаем около центра, чтобы чуть-чуть припосадить в лунку. Сильно вокруг почвогрунт не уминаем, чтобы он у нас не спрессовался. Аналогичным способом сейчас сажаем второй огурчик напротив другого. Таким образом, чтобы между ними потом можно было установить вот такую подставку для вьющихся растений. Я пока ее убираю в сторону, но она мне нужна. И формируем посадочную лунку для второго огурчика. Стараемся на листовые пластинки сыпать почвогрунт, чтобы они были у нас чистенькими и эффективно фотосинтезировали. Вот таким образом. Когда наши огурчики будут уже посажены на место, ой, как барыньки сейчас будут сидеть в таком вкусном почвогрунте, уже буквально в течение месяца даже ослабленная рассада с витаминами для растений Аминосил станет крепкая, зеленая, с хорошо развитой корневой системой. У нее повысится иммунитет, механизмы адаптации на новом месте все будут на уровне. Таким образом, мы с вами получим крепкий здоровый саженец, который вовремя приступит к программе плодоношения, зацветет, будет вот такая яркая изумрудная листва, поскольку эти гранулы витаминов для растений полностью сбалансированы под потребности практически всех культур. Я, кстати, использовала вот так Аминосил для овощей, но если у вас конкретно такого Аминосила нет, можете брать вот такой Аминосил универсальный. Он подходит для всех типов овощных культур, зеленых в том числе, декоративных, цветочных, то есть всю рассаду вы можете с ним смело выращивать. Вот таким образом мы с вами огурчики посадили без фанатизма. Применяя почву грунт теплой водой, градусов где-то 24, я поливаю наши высаженные растения по периметру. Первый полив делаем достаточно обильно, и грунт вокруг уплотнится, не будет пустот. И корешочки после перевалки сейчас расправятся и в новом субстрате освоятся. После перевалки на постоянное место роста, вот в такие вазоны, в ящики, если у вас будут расти огурчики, может быть какие-то горшки другой конфигурации, главное, чтобы объем подходил. Мы под фитолампы огурчики не торопимся выставлять, пускай они тихонечко посидят, адаптируются, оглядятся. Примерно сутки в рассеянном цвету, не под фитолампы, им нужно постоять. А затем уже выставляем под фитолампу, как я уже сказала, на 14 часов, после нового года постепенно снижаем до 12, потом до 10 часов. В дальнейшем, вот сейчас, когда я уже свое растение перевалила, нужно будет аккуратненько распределить вот такую подставку для вьющихся растений. Очень удобно, я уже не первый сезон с ней выращиваю. Ставлю таким образом, чтобы не затронуть почвенный ком с корневой системой, который мы с вами сейчас только что поместили. Вот такие подставки есть разного объема и разной высоты. Вот для этих огурчиков вполне этого достаточно. Один огурчик мы будем заправлять в одну сторону плети, а второй как бы за ним по кругу и формировать их вокруг этой колонны. Получится у нас здоровая зеленая вот такая вот клумба вертикальная, на которой будут висеть зеленцы, словно игрушки на новогодние елки. Очень нарядная посадка получится. И хочу сказать, в дальнейшем, когда увидишь, что листочки будут появляться новые, более бледные, слабо окрашены, это значит, что расход питания в огурцах идет полным ходом. Это прожорная культура. Поэтому, как сделать подкормку аминосилом? Мы с вами просто по поверхности почвенного субстрата насыпаем примерно 30 граммов на квадратный метр. Ну, не трудно высчитать площадь вашего вазона. Заделаем путем рыхлений на 2 сантиметра эти гранулы, которые обеспечат в дальнейшем полноценный рост питания наших огурчиков. Таким образом, на старте роста мы их закладываем в почву, эти гранулы аминосил, и потом, когда растение уже готовится к плодоношению, мы даем им второе дыхание в виде вот такой комплексной подкормки. Все, наши огурчики получили то, что им нужно. Сейчас мы их оставляем, приступаем к другим саженцам. Вернемся к ним чуть позже, я покажу, что у нас получится. Не забывайте, после каждой подкормки аминосилом растение обильно полить, чтобы гранулы разошлись в почве. И все корневые волосочки, все питательные макро- и микроэлементы, а самое главное, все аминокислоты, которые содержат удобрения, впитали и переработали в красивую наземную систему растения и, конечно же, в хрустящие маленькие задорные зеленцы. Все то же самое мы проделаем с другой рассадой. До новых встреч! Ссылочку на аминосил мы размещаем в описании к нашему видеоролику.